Всем привет! Меня зовут Наталья и я отвечаю на детские вопросы. Если вы помните, то вот в этом видео мы рассказывали о раздвоенном языке змеи и как она его использует. Ну а сегодня мы с вами поговорим о том, какие бывают языки животных и для чего они им нужны. Если вам кажется, что язык это что-то очень простое и язык нужен только для того, чтобы облизываться или пробовать на вкус пищу, то это на самом деле не так. Но давайте сначала вспомним о том, зачем нам с вами нужен язык. Во-первых, язык это орган вкуса. На языке расположены вкусовые сосочки, при помощи которых мы определяем вкус той или иной еды, а также можем понять, можно это есть или нельзя. И это очень важно для нашего выживания. Во-вторых, при помощи языка мы перемещаем пищу в ротовой полости, и язык помогает нам глотать пищу и воду. И это тоже для нас очень важно. Ну и в-третьих, язык совершенно необходим для того, чтобы у нас была речь, членораздельная речь, которой не владеют многие другие животные. Артикуляция возможна только при помощи языка. То есть вы поняли, что наш язык это орган, который нам абсолютно необходим. Ну а как же у животных? Давайте попробуем разобраться. Начнём с амфибий. У амфибий, ну в частности у лягушек, хорошо вам, наверное, знакомых, язык закрепляется не как у нас внутри ротовой полости, ближе к глотке, а закрепляется впереди, у нижней челюсти. Язык у них липкий, и при помощи языка они ловят свою добычу. Но если у мелких лягушек добычи это в основном насекомые, то, например, у рогатки, это такая лягушка, вернее, это довольно много лягушек, они называются рогатые лягушки, которые обитают в Южной Америке, у них язык очень мощный, и они способны втянуть в свою огромную пасть добычу, которая даже превосходит их размерами. Ну, например, самка украшенной рогатки способна съесть крысу. Трудно себе это представить, но это так. И учёные даже проводили эксперименты, они изучали силу лягушачьего языка, изучали, насколько крепко язык держит добычу. Действительно, это просто потрясающе и феноменально. Если бы мы обладали такими способностями, то мы бы с вами легко могли бы притянуть к себе предмет такого же веса, как мы сами. Ну, вот представьте. У рептилий языки довольно разнообразные. Мы с вами уже про язык змеи немножко поговорили, давайте вспомним о других рептилий. Хамелеон – фантастический пример языка ловушки. Хамелеон – существо не очень быстрое, он сидит медлительно, он может долго сидеть в одном положении, он высматривает добычу, при этом движется у него только глаза, причём глаза могут двигаться вне зависимости друг от друга. Он высматривает добычу, и вот в какой-то момент, когда он видит, что рядышком есть цель, он выстреливает языком, а на кончике языка у него находится такая специальная репучка, которая захватывает насекомое и втягивает его в пасть. Очень удобно, причём происходит это просто молниеносно. Скорость потрясающая совершенно, он тратит на захват добычи примерно 1,20 секунды. Трудно себе даже представить такую скорость. Ещё одна удивительная совершенно рептилия – это грифовая черепаха. Выглядит она довольно безобразно, её панцирь сверху покрыт выростами, она напоминает какой-то камень, и нередко, если она подолгу сидит в воде, он ещё покрывается водорослями зелёными. Это прекрасно черепаху маскирует. И вот она сидит себе на дне, тихо-спокойно приоткрыв свою пасть, а в пасте у неё находится язык с червеобразным выростом. То есть на языке черепахи есть вырост ужасного напоминающего червячка, этот вырост является приманкой. Черепаха неподвижна, а вот червячок в её рту всё время колышется, таким образом привлекая добычу. Привлечённая рыба заплывает в пасть, черепахе остаётся только её проглотить. Вот согласитесь, тоже язык такой очень необычный. Не менее необычные языки бывают у птиц. Ну, например, дятлы. Совершенно фантастический язык. Во-первых, он очень большой. Чемпионами здесь являются зелёный дятел и седой дятел. У них язык, представьте себе, по длине составляет примерно треть от длины тела. Вопрос возникает, а как же такой язык засунуть обратно в рот? Согласитесь, задача непростая. Для этого у них есть специальный подъязычный аппарат с двумя такими длинными рожками. Благодаря этому подъязычному аппарату язык очень интересно укладывается. Он обивает полностью череп и проходит через правую ноздрю. Совершенно фантастический язык. Он ещё имеет такие зазубринки, благодаря которым, когда дятел расклёвывает древесину и добирается до насекомых, на эти зазубринки он накалывает насекомых, и они отправляются в рот. То есть тоже, в общем, язык совершенно фантастический. Но если вы смотрели какие-нибудь фильмы про инопланетян, то наверняка вы найдёте какое-то сходство с языком попугаев, относящихся к подсемейству Лориевы. Это совершенно фантастический язык. Во-первых, он большой, он длинный, он довольно толстый и заканчивается кисточкой. В конце этой кисточки ещё шевелится. И вот когда птица расклёвывает, например, какие-то ягоды или добирается до сока дерева, то этим языком, этой щёточкой, очень удобно как раз подбирать и жидкую пищу, и такую пищу пюреобразную. То есть совершенно фантастический язык, который опять-таки служит для питания. Теперь немного о млекопитающих. Во-первых, надо сказать, что как и нам, так и всем прочим млекопитающим язык необходим для сосания молока, потому что млекопитающие, они выкармливают детёнышем молоком. Детёныши появляются на свет и никакой больше пищи не принимают, кроме материнского молока. И вот здесь язык совершенно необходим, потому что без него сосание было бы невозможным. Кроме того, язык для многих животных служит расчёской. Наверняка у многих из вас есть домашние кошки, и вы видели, как кошка вылизывает свою шерсть, и наверняка кошка вылизывала и вас. И вы знаете, что язык у кошки очень шершавый, потому что он покрыт торговыми сосочками. Эти сосочки напоминают небольшие крючочки или иголочки, и они направлены в сторону глотки. И вот когда кошка вылизывает, соответственно, эти сосочки служат своеобразной расчёской, которая причёсывает шерсть, приводит её в порядок. Кроме того, особенно у крупных кошек, эти сосочки настолько грубые и мощные, что даже помогают, например, тиграм или львам соскребать мясо с костей довольно чисто. И если, например, тигр вас оближет, то, в общем, вряд ли вам будет это очень приятно, потому что, действительно, язык тигра – это такая настоящая тёрка. Фантастические языки у муравьедов и панголинов. Они очень длинные, узкие, они способны проникать глубоко в муравейники и термитники, поскольку эти животные питаются именно муравьями и термитами. У панголина, кроме того, язык ещё смочен липкой слюной, которая имеет очень приятный для муравьёв и термитов медовый запах. И привлечённый на этот запах, насекомые приползают, попадают на липкий язык и отправляются в рот. Интересно, что у панголина, например, язык настолько длинный, что, представьте себе, он крепится в районе диафрагмы. То есть, действительно, это совершенно фантастическое устройство этого вроде бы простого органа. Ну и, пожалуй, немножко о чемпионах. Самый длинный язык относительно размеров тела у трубкогубы и летучей мыши, которая живёт в Андах. Представьте себе, что её язык в полтора раза длиннее её тела. Ну то есть, если, например, у вас рост метр пятьдесят, то, соответственно, язык будет два метра двадцать пять сантиметров. Неплохо было бы такой язык иметь. Зачем летучий мышь такой огромный язык? Дело в том, что питается она нектаром растений, которые имеют очень длинные узкие венчики. И вот мышь зависает над этим растением, над цветком, проникает внутрь языком и вылизывает языком из такого длинного цветка нектар. Ну и стоит, конечно, сказать о самом крупном вообще языке. Самый крупный язык, конечно, у самого крупного животного. У синего кита, представьте себе, язык может весить четыре тонны. Ну, конечно, не о всех языках мы сегодня могли с вами поговорить. Подписывайтесь на наш канал, жмите колокольчик и присылайте нам свои новые вопросы. Всем пока!